Игра Северстали против Рижского Динамо получилась традиционно очень упорной, особенно учитывая то, с каким трудом в последнее время Северстали даются заброшенные шайбы. Первый период получился безголевым. Гости открыли счет на второй минуте второго периода, реализовав свое первое численное большинство. Редликс удачно подставил клюшку под бросок защитника. После этого игровое преимущество перешло к гостям. Однако Северсталь отыгралась на последней минуте второй-третьей матча, тоже имея на одного игрока больше. Счет сравнял Игорь Скороходов после индивидуального прохода 1-1. В третьем периоде Рижане вышли вперед уже на первой минуте. Череповчане не смогли угнаться за лучшим бомбардиром Рижан Индрашесом. А за минуту и три секунды до финальной сирены шайба влетела уже в пустые ворота Северстали. Снова точен был микс Индрашес. В итоге поражение Северстали 1-3. Встречались две команды, у которых уже мечта плей-офф давно уже погасла. Ну, скажем, матч был чистый такой, может быть, принципиальный, мы дома проиграли. Но, тем не менее, тоже там выпустили молодежь посмотреть, пускай играет. Ну, скажу так, игра в принципе была нормальная, равная. Такая вязкая игра получилась. Тяжелая какая-то она получилась. Ну, мы забиваем одну шайбу, уже не первый матч. С одной шайбой очень тяжело выигрывают игры. Тем более допускают такие ошибки в обороне. Северсталь осталась на последнем месте турнирной таблицы западной конференции. И выбраться оттуда будет теперь сложно. Впереди два матча на выезде с грандами восточной конференции. Уфимским Салаватом Юлаевым и Магнитогорским Металлургом. Последний матч на своем льду Северсталь проведет 18 февраля. Владимир Сентябрев, Егор Плюснин. Новости. Владимир Сентябрев, Егор Плюснин. Новости. Продолжение следует...